Галину Петрову многие поклонники и просто зрители знают в качестве российской актрисы. Причем она прославилась не только благодаря своим театральным ролям. Дело в том, что Петрова много снималась также в кино. Одно время фильмы с ней были весьма популярными, поэтому артистку многие знают даже в лицо. Ей часто давали играть характерных интересных героинь, которые в итоге и запоминались поклонникам. Маленькая Галя появилась на свет в Ленинградской области. Это был город Кириши. Когда малышке исполнилось всего три года, ее мама бросила семью. Папа вместе с девочкой перебрался в Тамбов, чтобы быть поближе к родине. А потом и вовсе сделал предложение другой женщине. Воспитывала ребенка в основной своей массе бабушка. Правда мачеха тоже относилась к Гале неплохо. А вот отец постоянно твердил, что малышка не родилась красавицей. Папа холодно относился к дочке, не поддерживал ее начинаний. Поэтому Галину даже во взрослом возрасте преследовали сильные переживания по поводу своей внешности и серьезные комплексы. Позже, уже будучи девушкой, Петрова начала разными способами бороться со своими комплексами и поднимать низкую самооценку. Для этого она решила, что будет посещать драматический кружок. Это стало для нее опорой в будущем. Внутренне девушка уже была готова к тому, чтобы стать актрисой. И потом она действительно подала документы в несколько театральных вузов страны. Правда везде ей отказали. Позже в своем городе она еще какое-то время проработала на должности костюмера в одном театре, а потом ринулась в столицу. Два раза она пробовала поступить в ГИТИС, получилось только со второго раза. Впервые ей дали несколько ролей в театре имени Станиславского, который расположен в Москве. Правда несколько позже она перебазировалась на работу исключительно в современнике. Петрову стали даже узнавать и ходить только на те спектакли, в которых она играла. Настолько она полюбилась зрителям. Среди ее работ «Вечно живые» постановка под названием «Вкус черешни», а также «Эшелон» и «Три сестры». Карьера в кино давалась Петровой с большим скрипом. Роли же ей давали второстепенные. Главными ролями были только Клара Глушко в комедийном фильме «Дежавю». Также одна героиня в трагической комедии «Сукины дети», написанной Филатовым. В 90-х среди ее работ стали следующие проекты «Вор», а также «Орел и решка». А вот ближе к 2000-м годам к фильмографии присоединились вторая и третья части фильма «Некст», фэнтези под названием «Молодой волкодав». А вот очень успешной актрисой стала после комедии с налетом романтики «Мужчина во мне», а также «Думай как женщина». Запомнилась Галина Петрова и по сериалу «Воронины», и по многим-многим другим. Будучи молоденькой девушкой, она влюбилась в Олега Осипова, который потом стал театральным режиссером, а также ее мужем. Через какое-то время она призналась супругу, что любила его, когда училась в старших классах. Но из-за комплексов и скованности ей было тяжело признаться в том, что она влюблена в него. Когда Галине предложили первые роли для выхода на сцену театра «Современник», мужчина сам перешел с ней на более близкие отношения. В паре часто ругались, и только когда Осипов вернулся из армии, сделала актрисе предложение. И вот они уже много лет счастливы вместе, а также занимаются воспитанием двух детей – дочки Натальи, а также сына Романа. Петрова рассказала, что дети ей доверяют и постоянно советуются при необходимости. Актриса не сидит ни в каких социальных сетях, но вот поклонники создали за нее страничку, где выкладывают информацию и фотографии. Некоторые говорят, что она уж очень сильно похожа на Инну Чурикову, подозревая, что они якобы родственники. Дорогие зрители, обязательно переходите и смотрите самые последние новости у нас на канале, вам точно будет интересно!